Вчера подвозил пассажира, оказался он удивительным человеком, рассказывал мне, как кучу времени и сил он потратил на нелюбимое дело. Но решился он в итоге на поворот в 180 градусов. Занялся собой, поменял сферу, и сейчас он полностью доволен жизнью. Немногие решаются пойти на такой шаг, ведь страшно ошибиться с выбором новой профессии и не найти работу. Поэтому прежде чем решиться на скачок в неизвестность, начните с малого. Например, запишитесь на бесплатный проект IT-рентген от SkillFactory. Этот проект ни к чему не обязывает, а лишь открывает для вас новые перспективы и переворачивает представление об IT-сфере. 21 сентября пройдет эфир, на котором реальные IT-шники поделятся с вами честным мнением об IT. Сколько на самом деле платят им? Остались ли вообще перспективы для начинающих? В результате вы поймете, стоит ли смотреть в сторону IT именно вам. Если да, то на какое направление обратить внимание в соответствии с вашими интересами и опытом. Кстати, во время эфира вы сможете выиграть сертификат на обучение. Не бойтесь пробовать и не откладывайте. Вдруг это ваш шанс изменить все на 180 градусов. Регистрируйтесь бесплатно по ссылке в описании и сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Всем удачи! Ребят, всем привет! Сегодня у нас 8 сентября. Начинаем мы нашу смену. Надеюсь, она будет продуктивной. Вчера я ездил на осмотр автомобиля Яндекса, который проходит раз в год. Сотрудник заметил у меня кое-какой косяк, типа это царапина на заднем левом крыле и сказал, что автомобиль не пройдет проверку. Он еще взял, вот так прям сфотографировал близко. Если, конечно, издалека бы это все делал, возможно, там ничего бы не увидели. Ну, когда он сказал мне, что он не пройдет, я думал, что сейчас поеду, отполирую данное место. В итоге, пока ехал на полировку, которую я в итоге сделал, мне пришло уведомление, что автомобиль прошел проверку. Знаю, что многих коллег сейчас Яндекс отправляет на химчистку автомобиля. Причем эту химчистку можно сделать бесплатно с теми компаниями, которыми сотрудничает Яндекс. Но единственное, что там очередь. Столько времени можно потерять, что, возможно, легче ее сделать самому и потом приехать на эту очную проверку. Не знаю, как многим она нужна или нет, решают все сотрудники. Внутреннюю кухню я точно сказать не могу. Здравствуйте. Музыку выслушать? Да. Свою? Нет. Можно ли нам татарпать? Нет, можно все-таки что-то подселее? Сколько можно, блядь? Давайте все-таки что-то мы ее подключим. Миллионы, 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 алых брусов. Музыка. Музыка. Здесь удобно, да? Да, да. Доброй ночи. Здравствуйте. Мне первое... Спасибо за поездку. Ребят, мне первый пассажир... Для улучшения качества обслуживания. Заткни, ебало! Первый пассажир оставил мне чаевые. Как вы думаете, какую сумму? Вот такую вот. Я даже не знаю, что сказать. Красивая цифра. А у нас третий заказ. И поедем мы сейчас в мясной спартаковский бар «Свинья и роза». Такое название прям. «Свинья и роза» – лучший паб для друзей и болельщиков московского «Спартака». «Фан-иди, убийца футбола» – верните фанатов на стадион. Здравствуйте. Музыка будет слышать? Да. Свою? Ваш. Владимирский централ, ветер северный. Этапом эстрии, зло немедленно. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Блин, заказ с Арбата. О, жопа вообще. Открою дверь самостоятельно. Это, конечно, ты красава. Только мне откуда тебя забирать? Я надеюсь, что это моя девушка стоит здесь. У нас есть 15 секунд. Здравствуйте. Марина Роща у вас? А? Плач? Побыстрее же надо. Да, здесь вообще… Вот поэтому я и… Это не все понимают, но… Добро пожаловать. Таксопарк по подключению в Яндекс.Такси и таксуум на Майбахе помимо Google Play теперь появился в App Store. Вы долго этого ждали, те, кто работает на айфонах. Скачивайте приложение, круглосуточная техническая поддержка, моментальные выплаты. Буду вас ждать. Удачи! Погнали, не изменился. А вы бронете, да? Еще и не изменился, но уже изменился. Ну, это точно ваш заказ? Да, да, да. Погнали. Погнали. Ну, какой-то у вас адрес вообще… У меня тело там, блядь, поменял эту историю. ВТБ парк, блядь, на Динамо. Не, пока у меня ничего не изменилось. Блядь. Она мне сейчас позвонила, говорит, что тебе приехало. Ну, мне надо, чтобы изменили адрес здесь. Как программик? Да, 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 приложение. Ну, вы через телефон заказанный? Да. Ну, какой-то у вас адрес вообще. У меня тело там, блядь, поменял эту историю. ВТБ парк, блядь, на Динамо. Она мне сейчас позвонила, говорит, что тебе приехало. Ну, вы через телефон заказанный? Да. Ну, я могу подсказать, как. Да, давай. Ну, это ваш телефон нужно. Да, хоё, отцу. Блядь, я заебал своего другу, блядь, еще. А это не вы у меня заказали автомобиль? Здравствуйте. А как так получилось? А у вас какой заказ? Дифферент? Да. Ну, я же говорю, молодой человек, от него заказали. Ошибся, что ли? Ошибся, что ли. Пиздец. Внутри, пацан к успеху шел. Не получилось, не портануло. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Внутри. Все, 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 все. Все. Что, может подключимся? Давай. Если можно. И не помешаем вам. Мы громко будем слушать вас, мы слышим. Нет, не будем громко вас слушать. А может быть и будем. Не будем. Кто его знает? Мы не помешаем? Мне нет. Спасибо. Леон? Леон. Леон. Как киллер. Фильм такой был французский. Шубка актуальная. Извините, может быть, не в тему. А я его девочка Портман. А я буду кактусом, которого девочка сказала. А у вас нет жвачки? А она вот здесь лежит. Какой вы замечательный. Ну-ка, включай, а у фугача. Она сегодня уже играла. Я клянусь. Миллионала хроспит. Ну, вот такие вот хитрые пассажиры попадаются. Сел, говорит, девушка поменяет адрес. В итоге потом я у него переспрашиваю. Я сразу почувствовал неладное. Переспрашиваю, вы сами заказывали? Она говорит, да. Я говорю, давайте я вам в телефоне поменяю адрес. Не дает, короче, телефон. И в этот момент уже мои пассажиры вышли. Ну, как бы я не могу ждать здесь на Арбате. Абонент недоступен. Заебись. И что мне делать в таком случае, когда пассажир недоступен, и я не могу стоять на Арбате? Кармашки все заняты. Ну, поеду объезжать я. Такой крюк мне давать жесть вообще. А ничего не остаться делать, как делать крюк на 5 километров 9 минут. Как раз за это время я пройдет 5 бесплатных минут, 7 минут платных. И если до пассажира не дозвонюсь, я ему пишу смс, что не дозвонился, я отменю заказ. По-другому больше я не вижу выхода. Спустя 5 минут после того, как я прибыл на точку, сейчас делаю крюк вокруг Арбата, мне пассажир пишет, что он выходит. Ну, то есть ему похеру, да, где ты будешь искать парковку на Арбате. Яндекс дает, когда заказ на Арбат. Ну, это просто бред какой-то. Я не понимаю. Ни единой точки, где останавливаться можно, там нету. Алло, здравствуйте, а вы где? Здравствуйте. Внимание. Ну, я же не могу... Нажмите кнопку. Здравствуйте, я не могу стоять на Арбате, я крюк даю сейчас второй уже. Внимание. Так, а крюк вещь хорошая, а вы где стоите? Ну, в итоге, через сколько мы... Внимание, нажмите кнопку в пути. Я буду через минуту три, наверное. Но на Арбате где-то там же пройдет. Внимание, нажмите кнопку в пути. Так, через минуту три, вот смотрите, мы в районе этого... Внимание, нажмите кнопку в пути. Заткни, ебало. Чеханы, там вот здесь. Хорошо. Внимание, нажмите кнопку в пути. Давайте договоримся так, мы выйдем на Арбат. Внимание, нажмите кнопку в пути. Да, и, соответственно, вас увидим. Ну, конечно, там просто нельзя стоять, и я из-за этого уехал. Нажмите кнопку в пути. Не-не-не, вы абсолютно правы. Я просто, ну, соответственно. Внимание, нажмите кнопку в пути. В районе Чеханы тогда я сейчас буду через минуты полторы даже, наверное, вот так вот. Да, вот все, я на первый ряд даже Арбата выклику. А вы в чем одеты? Хотите, я могу прыгать руками, махать. Да нет, какая, что на вас, одежда, какая, куртка? Ну, сторона, чехана, ну, чехана, да, там, чехан. Я понял. Все, сейчас я уже вот на Арбат заезжаю. Через минуту буду. Спасибо, спасибо. Во время разговора нервы, блин, капец, которые я сдерживаю, прям, бывает иногда. Ну, как бы, клиент сейчас спокойно разговаривает. Я же не буду ему с грубостью отвечать правильно. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Да, 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 стойте. Молодой человек, я здесь не могу стоять, здесь камера, Фалькон, 15 секунд, меня сфотографируют. Не лезь, блядь. Слушайте, может, посоветуйте, где есть этот гостишка с хорошим видом? Ну, лоты возьмите, а, видом? С видом на Москву. Свис-отель Красной Холмы. Отверите нас сюда. Ну, вы поменяйте адрес, конечко. Слушайте. Ну, осталось, ну, минут 5 я. Если можно... Музыку? Да, можно, я там подключусь. Давайте. Эй, нормальный диск и поставь, да! Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето Лето Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»